я так предполагаю что некоторые из вас хотя бы краем уха слышали о какой-то такой штуке под названием глобальный цифровой договор может быть еще не знаю что это но как минимум где-то она проскакивала может быть в предыдущих занятиях каких-то материалах вот и сегодня как раз мы поговорим вообще откуда растут уши до этой идеи откуда корни как это все появилось и вот такой у нас план небольшой на этот ближайший час о чем успеем поговорить сегодня будем концентрироваться именно на принципах до управления интернетом и немножко о возможных юридических нормах но они такие прям пунктиром пунктиром то есть мы сейчас не говорим ни про какие договоры да хотя название лекции может немножко вводить заблуждение так цифровой договор же но нет значит мы вернемся опять к висис но не будем да опять возвращаться к тому что такое и с чем его едят поговорим про разные другие стейтменты до монтавите это mondial всякие ревью процессы и перейдем как раз таки непосредственно к тому о чем мы сегодня говорим это цифровое сотрудничество да и как бы его кусочек его логичное предложение это gdc или гцд русской транскрипции ну и потом поговорим о том что нас ждет ближайший год да вот у нас есть замечательная плашечка вы находитесь здесь на красным цветом начнем с такой вещи я всегда говорю что язык описания очень важен да я такой человек который практикует конструктивистский подход до дискурса и все такое вот я предлагаю сравнить два словосочетания да интернет говернанс и digital cooperation есть у меня такая догадка что возможно скоро одно заменит другое почему ну потому что в процесс очень активно включилась он хотя изначально было как бы двигателем всего этого процесса поскольку gf был создан именно с подачи генерального секретаря но сейчас вот этот дискурс он немножко меняется от управления интернетом но опять-таки я надеюсь что вы знаете что это никакой не управление скорее координация различных усилий различных стейкхолдеров да на благо развития сети а мы придем какому-то сотрудничеству но уже не по интернету конкретно да а в целом такой большой широкой цифровой среды эти вернемся к принципам да 2003 год ну 2005 если мы говорим про тунисское обязательство что у нас там было закреплено что у нас будет открытое для всех направлен на развитие исключающую дискриминацию информационного общества да то есть пока еще речь даже не про интернет а именно право информационное общество и висис в этом плане что сделал он заложил в вот этот речевой оборот понятие управления интернетом до интернет гавринанс и мульти стейкхолдерный подход я здесь делаю тоже акцент потому что мы к этому вопросу еще вернемся в самом конце потом были сформулированы базовые принципы то что касается вот этого управления интернетом что право на доступ к сети право на приватность защиты прав потребителей борьба с каким-то там неправомерным использованием технологии защиты суверенитета это тоже было висисе да и сохранение открытой глобальной сети это большой привет до текущим тенденциям на фрагментацию ну и как бы практическим исходом было что это интернет гавринанс форум если кто-то не помнит или забыл форум существует и сейчас но нависить он был утвержден на пять лет то есть потом этот мандат продлевался дальше двигаемся по линии истории вспоминаем тринадцатый год что у нас было в тринадцатом году у нас был сноуден и его замечательное разоблачение про какую-то тотальную слежку со стороны американских спецслужб и чем нам интересен этот документ там опять проговариваются базовые принципы он не был таким всеобъемлющим как висис потому что по сути это было некое совместное заявление тайкен айтифа инженерного совета интернета архитектурного и 5 интернет регистратур и что они сказали что вот на волне вот этих всех обвинений да и подрыва доверия к интернету как таковому да потому что господи все за всеми следят что делать эти технические организации по сути да то есть мы сейчас не говорим ни про государство не про гражданское общество ну айкен конечно стоит особняком потому что он включает себя все сразу но тем не менее эти организации выступали за что за точнее против фрагментации интернета на национальном уровне да то есть давайте не будем огораживаться на фоне всех скандалов что еще опять-таки подтвердили приверженность мульти стейкхолдерному подходу да здесь у меня он переведен как участие многих заинтересованных сторон но видите у нас не справляет слова глобальное сотрудничество да ничего не напоминает digital cooperation да только пока еще интернет ну и там всякие текущие вопросы которые всех волновали тая на транзишн это просто такой вот проходной документ который в общем то показывает что людей волновало в тот момент времени следующий как бы логическое продолжение предыдущих событий это net mondial но она была тоже такая достаточно важная конференция была созвана с подачи бразилии поскольку бразилия была такой одной из основных пострадавших сторон после вот этого кибер шпионажа шпионер из отдела рухса тогдашним президентом и вместе с айкан они созвали очередную конференцию которая должна была определить скажем так дорожную карту куда управление интернетом должно идти дальше и по итогам этого события был сделан документ но видите если посмотреть на слайд в курсиве да это non binding outcome bottom up document то есть опять таки это были принципы это еще не нормы никакие да не правила незакона это просто еще раз подтверждение принципов которые уже успели сложиться в глобальном интернет-сообществе вот к 14 году по сути они повторили почти то же самое что было в висисе да опять защита всевозможных прав онлайн там добавились какие-то всякие наполнительные плюшки скажем так которые не относились например к техническому функционированию интернета например как культурное лингвистическое разнообразие всякие там права меньшинств гендерные права защита прав информационных посредников и так далее все это прописано но еще было зафиксированы принципы процессов айджи то есть не в целом да о том что такое управление интернетом а именно как следует этот процесс вести и здесь опять у нас выходит вперед мультистый колорный подход при которой тоже здесь вы говорили транспарентность и все должно быть открыто все могут поучаствовать подотчетность то есть ни один актер да не один стейкхолдер не делает что ему вздумается доступность консенсус вот что еще было в медмедиале была дорожная карта типа что будет дальше да то есть не так что мы один раз собрались с помпой что-то написали согласовали кстати говоря официальная делегация от россии была не в восторге от документа и по-моему она себя к нему не не присоединилась к нему то есть кроме принципов то они сфокусировались и на институциональных вопросах то есть что мы айджиев продлеваем его надо обязательно продлить сделать его более значимой площадкой ну и аэна транзишн там было тоже так сказать на столе потому что это как раз 14 год там только начало тех процессов когда американское правительство сказала давайте начнем передачу функций вот и в конце да такая вишенка на торте или как говорят запомните этот твит рекомендация не дублировать существующие механизмы для сохранения эффективности процессов во первых сам дэтмидиаль да он появился как бы отдельно айджиев я помню уже шоу с 2006 года там что-то происходило да люди собирались там обсуждали насущные проблемы ширилась география ширилась количество участников и тут вдруг собирается еще одно еще одна конференция по интернету и кстати говоря у них было тоже в планах продолжить этот формат в каком-то виде тоже ну на регулярно повторяющийся основе что-то у них там не получилось договориться и в общем после 14 года все заглохло не знаю к счастью или нет по крайней мере даже для себя не сформулировать что давайте мы не будем дублировать существующие механизмы не будем дублировать площадки вот у нас есть и gf давайте его значит будем укреплять укреплять и делать его более значимым именно политически потому что к тому времени уже ощущалась какая-то такая проблемка мягко говоря да что окей раз год приезжаем собираемся что-то обсуждаем и разъезжаемся да то есть никаких реальных потом выхлопов от этого форма нет то есть начинают заниматься делами которые делали до форума дальше мы входим в фазу вечных ревью до 15 год был висис плюс 10 и там как раз таки мандаты джеффа продлили на 10 лет сразу авансом да в двадцать пятом году у нас будет последний по текущему мандату потом где-то вот в этом промежутке юнеско еще одна ооновская организация да и семьи он выпускает документ интернет-универсалетис да и там тоже три четыре точнее принципа да то есть и опять крутится вокруг принципов что интернет должен быть human rights пейс да открытый доступны всем и взращиваемый да будете стейкодерным подходом участия но там еще в какой-то момент добавится буковка x что это там не только техническая дать сторона интернета а вообще у нас cross-cutting issues то есть мы там все говорим об этом вот дальше двадцатый год там происходит висис плюс 15 но ничего особенного там судьбоносного не решается потому что все заняты ковидом да в общем то всем не до этого и в двадцать пятом году я думаю про висис 20 вы тоже говорили с михаилом над всеми над всем интернет-сообществом висит такой домоклов меч что надо принимать принципиальное решение по и gf что будет дальше продлевать его не продлевать в каком виде причем тут уже у нас подцепляется новый контекст это как раз таки глобальное цифровое сотрудничество о чем мы сейчас поговорим и в дорожной карте который представил генсек айжеф там упоминается и упоминается в контексте что надо бы его немножко довернуть докрутить да сделать его более результата ориентированным вот так что то что интернет-сообщество предстоит решить вот в течение следующих двух лет что еще ага мы переходим как раз таки к сути до нашей сегодняшней лекции это была присказка теперь сказка у меня есть классная фраза здесь больше процессов богу процессов да как как вы уже поняли что управление интернетом это бесконечные процессы да какие-то процессы проходят в рамках конкретных организаций технического толка например того же кэн или риров типа райпин сиси прямо относимся что-то происходит на уровне государств да там какое-то национальное законодательство пишется придумываются игры что-то происходит в рамках индустрии да есть какие-то свои ассоциации там мобильные связи и того и сего что-то происходит в рамках разработки написания технических стандартов да это тоже процесс с определенными правилами участниками стейкхолдерами и так далее и вот у нас появляется еще один глобальный глобальный процесс как бы на самом верху вот этой вот международной иерархии с подачи генерального секретаря на семнадцатый год гентех созывает такую вот high level panel до панель высокого уровня чтобы подумать о том как усилить трудничество между стейкхолдерами в цифровом пространстве и в целом вообще как-то оценить да вот куда мы движемся с точки зрения вот этих всех цифровых технологий как они влияют на нашу жизнь на самом деле это очень похоже на висец потому что тогда обсуждали информационное общество на пороге которого мы стояли в тегу а теперь вот немножко все усложнилось и ускорилось вот панель работала работала вот справа можно видеть ее состав в общем там все со всех концов земли со всех стейкхолдерных групп и государства да ну не государства представители там правительства чего-то еще частный сектор какие-то некоммерческие организации в общем всех подряд собрали подумать о том да собственно как мы будем жить дальше в цифровом мире и вот через год они представили доклад который назывался век или там не знаю век до цифровой взаимозависимости interdependence и доклад в общем-то фокусировался на 1 2 3 4 5 6 на 6 пунктах вот они снизу у меня написаны но нам в этом плане интересен последний глобальное цифровое сотрудничество потому что именно там пойдет речь о том какая будет архитектура управление интернетом и даже шире чем интернет вот в следующие пять лет про и джефф не забыли что здесь имеется ввиду а джефф как структура он существует он развивается не всегда хорошо есть какие-то к нему претензии есть некая нотка разочарования да что мы думали мы сейчас все придумаем а на самом деле мы вот собираемся пожаловаться друг дружке да на какие-то проблемы на какие-то недопонимания между разными стейкхолдерами ну читайте между государством и частным сектором между государством гражданским обществом и все эти проблемы они как-то не решаются то есть мы просто каждый год их озвучиваем предлагаем какие-то альтернативы варианты но как бы дальше дело дальше разговоров дело не идет вот и когда описали вот этот вот доклад девятнадцатого года там придумали целых три скажем так схемы да как вот улучшить то самое цифровое сотрудничество на глобальном уровне но поскольку сразу спойлер да определились на и джефф плюс это вот то что внизу посерединке остальные объяснять не буду рассказывать если будет интересно я просто дам потом дополнительные материалы где можно про это почитать где сами авторы объясняют да что они имели ввиду по той или иной архитектурой вот этого самого цифрового сотрудничества если говорить про джефф плюс так не знаю если я попробую его увеличить увеличивается то там как бы а джефф оставался на своем месте но у него добавлялись какие-то дополнительные функции дополнительные сущности виде какого-то там cooperation акселератор всякие observatory policy desks и так далее ну то есть была попытка как-то вот от разговоров о проблемах да перейти к каким-то конкретным полиси рекомендациям которые и страны могли бы забрать себе копилочку и начать что-то реформировать у себя локально национально и индустрии могла себе взять как best practice и так далее но опять таки все это пока идеи это 19 год это доклад и вот есть значит некое понимание что окей мы идем в эту сторону хорошо джефф сохраняется но мы его расширяем дальше на основе доклада генсек выпускает свою дорожную карту цифрового сотрудничества в общем она опять-таки до фокусируется на восьми пунктах и здесь нам интересен именно вот последний building a more effective architecture for digital cooperation и там в общем то прописано что все да мы определяемся на модели gf плюс будем ее делать кроме этого что еще появляется появляется канцелярия посланника по вопросам технологий или по-другому и n tech envoy но тоже такая ирония уже на этом посту успела смениться как минимум три человека был фабриц тэхошел потом была девушка мария францеска франческо францеска спетали сана и вот сейчас этот пост занимает такой индус колоритный амандип гил почему у меня выделен красным если мы отлистаем назад то вот этот амандип как раз был секреты в секретариате вот этой high-level panel там внизу написан то есть человек который в общем-то стоял у истоков этого процесса и есть у меня такая мысль что наверное все это не канет лету и этот амандип будет этот процесс двигать дальше в общем то такая политическая воля к этому есть что происходило в прошлом году нет еще рано не в прошлом кроме roadmap как мы помним в прошлом году как раз он позапрошлым отмечала 75 лет с даты своей создания и это было такое большое тоже международное мероприятие и под это дело написали как бы новый программный документ до нашего общей повесткой дня и реалой common agenda она касается вообще всех вопросов которые может волновать организацию уровня он то есть от там вопросов связанных с климатом с бедностью с голодом до цифрового сотрудничества естественно вот выделено на мне красненьким до седьмой пункт улучшения того самого цифрового сотрудничества и справа это как раз выдержка из вот этого всего большого документа в пункте 93 у нас появляется такая сущность как глобальный цифровой договор на момент 21 года было вообще непонятно что это такое то есть там во-первых упоминается что у нас остается IGF да и его нужно адаптировать и как-то реформировать чтобы поддерживать эффективное управление да или координацию этих всех цифровых вопросов но у нас здесь появляется термин как digital commons да то есть глобальные не глобальные цифровые общественные блага вот и вот этот термин он останется в документах но честно говоря почти нигде нет такой конкретной расшифровки что под ними подразумевается и это знаете такой место для простора да и место для маневра для государств как они собственно эти digital commons будут определять за себя но вернемся назад значит IGF у нас указывается что он будет реформирован и мы как бы понимаем что скорее всего да речь идет про ту самую модель IGF плюс но появляется еще одна история что давайте мы с учетом рекомендации дорожной карте соберемся в какой-то да мультистый колорный цифровой трек потому что что к common agenda предполагалось что у нас будет summit for future summit будущего где вот эти вот 12 коммитментов которые здесь представлены на схеме они обретут какой-то конкретный вид законченный и государство под ними подпишутся вот и предполагается что вот пока будет готовиться summit будущего будет отдельный трек по digital cooperation и там вот в мультистейколдерной манере пока это слово здесь еще есть стейколдеры соберутся и разработают да тот самый global digital компакт в самой agenda сказано немного про нем что это будет некий аутлайн общих принципов свободного открытого безопасного цифрового будущего то есть уже про интернет речи нет как таковой да у нас более широкое понимание цифровое будущее ну и дальше там перечисляется что про что конкретно там может идти речь да опять таки доступ к интернету да все еще стоит амбициозная задача 2030 году подключить всех а у нас есть еще несколько миллионов человек кто без интернета до сих пор скажем так предвестник времени до избегать интернет фрагментации при нее уже очень много говорят к этому времени дальше вопросы связанные с данными с приватностью защиты прав человека онлайн и так далее и так далее вот ну и там как бы пристегивается под конец до вопросы связанные с регулированием искусственного интеллекта и вообще каком-то координации усилий напомню что 21 год про чат gpt еще никто ничего не слышал да кроме тех кто его разрабатывает и как-то там тестирует вот что происходило в следующем году дальше у нас есть еще один документ эпохи назовем его так это декларация будущего интернета о будущем интернетом что это такое вообще на самом деле документ очень интересный с точки зрения того в какой момент он появился есть мнение скажем так исследователей кто как бы следил за переговорами за какими-то утекают утекающими в сеть первыми драфтами и изначально это была такая история а-ля государственный союз против китая его китайской цифровой экспансии от соединенных штатов евросоюза ну и там видите по карте по карте видно в общем всю карту союзников да и тех кто сочувствует как бы технологическое противостояние между сша и китаем она никуда не делась все началось там с обвинение шпионажа потом развитие сетей 5g сейчас там вообще все пошло еще хуже и глубже там и запрещают социальные сети и так далее так далее вот и предполагалось что это будет такой вот некий политический союз против китая но в общем видимо не все готовы элементы пойти и документ превратился опять-таки в некую декларацию да о принципах ну вообще она выглядит как политическое обязательство да то есть некий коммитмент можно к нему присоединиться можно присоединяться но опять-таки да это речь о принципах то есть там все все то же самое да как как было висиси долом это видео как было на этом идеале но добавляются акценты на текущие политические проблемы связанные с контентом всех начинает волновать контент и связанные с технологическим соперничеством ну и вот здесь выдержки у меня из документа до государства обеду то есть этот документ только чисто государственный насколько я помню то есть там нет других стейкхолдеров государство обязуется воздержаться от интернет-шотдауна до отключения интернета которые именно происходят с подачи правительства а не по каким-то там техническим или природным да фактором государства воздерживаются от блокировки доступа к законному контенту сервисом и так далее и соблюдают собственно принцип сетевой нейтральности про которой надеюсь вы тоже говорили дальше как раз таки кивок в сторону технологического соперничества что сети должны быть доверенными безопасными мы должны доверять как раз таки поставщикам оборудование и так далее и так далее ну и последнее что больше всего волнует как сша так и европейский союз это то что нельзя использовать интернет для подрыва собственно электоральной инфраструктуры и вообще вмешиваться в политики и электоральные процессы тогда то что в общем-то волнует россию в том числе и здесь вопрос почему собственно подобную декларацию не сделал противоположный блок да вместе с россией с китаем со странами брикс с африкой но вот почему-то хотя казалось бы можно было в противовес что-нибудь подобное тоже и составить вот и кроме этого что еще вообще происходит да вот в этих глобальных процессах по управлению интернетом ай джиев пока не превращается в ай джиев плюс как бы не хотелось хотя разговоры идут но появляется такая сущность как ай джиев лидерши панел если вы помните или если вы слышали или читали ай джиев из чего состоит есть секретариат который предоставляется от чего а то он да не помню сейчас какая из конкретных подразделений заведует и есть mac до multistakeholder advisory group собственно mac и занимается составлением программы каждый год но программа формируется снизу вверх то есть все кто заинтересован участие форуме направляют свои предложения по тематике да по каким темам будут в этом году обсуждать насущные проблемы потом собирают заявки на конкретные сессии виде воркшопов виде каких-то open форумов ну в общем если вы еще не видели как выглядит ай джиев советую сходить посмотреть вот то есть по сути было как бы два таких органа секретариат и маг появляется еще третий третья сущность я помню были какие-то открытые встречи тире консультации сообществом как вообще этот лидерши панел должен выглядеть там тоже было очень много споров зачем нам еще одна непонятная структура как она будет соотноситься с магом как она будет соотноситься со всем остальным но в общем ее сделали она тоже действует определенный срок то есть каждые два года там должна происходить ротация как в маге но ее задача улучшить видимость форума и продвигать его результаты то есть в этот маг входят какие-то видные деятели от индустрии от каких-то некоммерческих организаций от глобального интернет-сообщества сейчас я по-моему возглавляет винсер небезызвестно вам и туда же входят те кто будет хостить и джиев там в этот год следующий и так далее так далее вот и еще весной двадцать втором году был такой тоже большой слет людей кто уже давно варится в джиев комьюнити собственно у них задача была понять вообще что делать с родмэпом который генсек представил что делать с гцд который внезапно появился да вот в этой common agenda ну и все это айджиев комьюнити выносит вердикт ну так очень конечно формально что мы все таки будем стараться биться до сохранения айджиев как бы превратить его не просто форум который раз в год случается как бы сделать целую экосистему вокруг него и на самом деле шаги к этому уже есть потому что появляются вот как раз таки межсессионные активности виде policy networks в виде дай нами колишенс дай нами колишенс они были с самого начала но там какие-то появлялись какие-то исчезали но в целом их плюс минус там дюжина да всегда действует ну я например являюсь членом вот этой динамической коалиции по школам по управлению интернетом есть такая например вот а как раз где-то с момента пандемии появляется такая точность как policy networks я не знаю чем отличие между дай нами колишен и policy network потому что плюс минус они делают ровно одно и тоже то есть у них есть какой-то пул вопросов они собирают какие-то экспертные встречи там что-то обсуждают пишут какие-то papers какие-то доклады потом это все представляют разговаривают сообщества в общем плюс минус одно и тоже просто название разное и policy networks было две или три была policy network про экологию кажется ну в общем не совсем экология а то как в общем цифровые технологии влияют на окружающую среду потом есть policy network действующий который занимается интернет фрагментации они прям молодцы очень активно там что-то шуршат делают и кажется есть еще policy network по meaningful access что это значит мы помним да вот эти вот коммитменты что 30-му году нам нужно обеспечить там стопроцентное подключение людей к интернету но где-то там последние лет пять шесть назад стали раздаваться голоса в том числе вот экспертов из африки что ребята всеобщее подключение это конечно классно замечательно и здорово но нельзя просто привести там оптоволокно раздать людям смартфоны и как бы считать что вы свою миссию выполнили то есть нам надо научить их пользоваться этими технологиями то есть должен быть не просто access да должен быть meaningful access когда люди понимают что они с этого могут сделать что они смогут с этого взять и как эти технологии цифровые могут им помочь в их повседневной жизни вот в общем есть вот эти policy networks и видимо предполагается что они будут шириться и на самом деле это возврат к gf плюс да потому что там тоже были policy networks то есть потихонечку да процесс он разворачивается вот в сторону того как было намечено и предполагается что айджиев будет площадкой обсуждения содержания вот этого гцд до глобального цифрового договора что практически да было сделано в этом плане маг выстроил программу форму так что основные темы до базовые они совпадали собственно с составляющими которые были намечены в докладе генсекретаря и в our common agenda вот на слайде как раз видно да стрелочками какая тема какой относится вот вот этот айджиев 22 году был в эфиопии все это там обсуждалось но каждый айджиев вот последние несколько лет у них есть такая практика не публикуют что-то типа месседжей да то есть собираются письменные ну типа репортажи или там короткие сообщения со всех секций потом это все аккумулируется и пишутся что-то в виде месседжей да такой посыл да как мы будем жить как мы будем действовать но вот за айджиев 22 вот этот документ он вышел буквально летом я еще не успела посмотреть почитать но как бы видите какой лак да то есть вот он был еще до нового года там где-то ноябрь декабрь и вот только сейчас где-то к июню собрали этот документ то есть на самом деле задержка очень большая таких вопросов довольно критично что происходит сейчас вот слева есть такой как называется то временная шкала да что у нас происходит она берет начало с июня двадцатого года как раз когда генсек выпустил свою дорожную карту по цифровому различию и дальше собственно как что вообще будет да то есть мы с вами прошли вот этот двадцатый год когда появилась our common agenda да вот эти 12 комитетов где будет гцд дальше февраль были консультации с со всеми стейкхолдерами и с председателем собственно генассамблеи он по гцд и вообще по цифровому сотрудничеству но честно говоря я их смотрела ничего там супер интересного не было дальше параллельно если мы помним такую сущность как канцелярия вот этого посланника по вопросам технологии оновского да они открывают целый сайт открывают прием заявок ой не заявок а предложений в гцд да то есть что все вообще думают об этом предложение могли подавать не только государство да но вообще все кто хочет причем это можно было делать как от лица компании от лица какой-то нкошки от лица движения так и в личном качестве вот я илон останник вот считаю что гцд должно быть 1 2 3 4 5 но опять-таки да появляется некая ясность о чем вообще гцд будет и в тех кайдах да в тех рекомендациях которые дает канцелярия там просят в общем то подумать над принципами опять-таки да то есть речь не идет ни про какие конкретные нормы предлагается подумать про принципы и предлагается подумать про какие-то шаги да то есть там principles и commitments вот до апреля этого года или даже они проливали срок они принимали вот эти вот submissions и насколько я помню по сайту где-то порядка 600 штук они их получили то есть параллельно идет вот эта работа по сбору предложений от россии как бы от государства предложения не было но было от экспертного сообщества там у нас собрали отправили что еще происходит происходит с начала года по май так называемый deep dives что это такое в общем кроме сбора этих предложений до как бы такого синхронного принимается решение что все таки это межправительственный процесс intergovernmental process который курируется ко фасилитаторами в лице руанды и швеции да и предполагается что будет там где-то 7 или 8 вот этих deep dives по разным тематикам предполагаемого гцд но в чем проблема они как бы открыты то есть там на сайте вся информация есть пожалуйста регистрируйтесь но они не записываются и они нигде не транслируются то есть вот вы если пришли в момент проведения этого deep dive а ну значит молодец пришли и в общем то это очень сильно повлияло на транспарентность процесса да если мы возвращаемся опять мысленно к на этом идеале да там все что касалось принципов о процессе управления интернетом транспарентность там была на втором месте после мультистое колдаризма и в общем то интернет-сообщество очень недовольное недовольно до сих по сей день что вот эти deep dive они в общем то были закрытыми ну потому что не всех есть возможность подключиться как бы час в час да потом это происходило нью-йорке то есть например наша часть полушария собственно спит в этот момент пока не заседают но мы ждем к сентябрю примерно что генсек подготовит вот этот issues paper который собственно составлен по итогам вот этих deep dive ну в общем такая не очень понятная история как бы вроде как мульти стейкхолдерная да вот мы всех приглашаем пожалуйста приходите но процесс вообще непрозрачный непонятно что там происходит что обсуждается айсок да или интернет со сайте на первом deep dive пытался стримить эту встречу у него это получилось буквально там две-три минуты потом они поняли что они стримят и в общем то под угрозой удаления вообще с мероприятия не заставили их этот стрим выключить ну в общем как бы да не очень красиво и не очень понятно зачем здесь я вытащила вам кусочек из анонса deep dive по управлению интернетом хотя в гцд такого слова нет как мы помним да там цифровое будущее и здесь три важных вопроса которые в общем то наталкивают на определенные мысли во-первых ну понятный вопрос типа как мы будем продолжать обеспечивать нефрагментированный безопасный глобальный инклюзивный интернет тут все понятно но дальше они вспоминают тунис да висе с 2005 год и мультистый кодорный подход и тут формулировки ну скажем так закрадывается такой червячок сомнения как мы преуспели собственно в реализации этого подхода и собственно ну не знаю почему они упоминают только айкай найти еф и и джи еф хотя организации гораздо гораздо больше кто задействовал направление интернетом но есть как бы в этом в этом вопросе некое такое сомнение типа ребята вы вообще справлялись своей работой или нет или может мы все-таки пересмотрим текущую да вот эту вот архитектуру управления интернетом или цифрового сотрудничества вот ну и третий такой стандартный да как государства технические стандартизирующие организации гражданское общество и так далее так далее могут работать вместе для обеспечения вот этого самого интернета классного вот то есть здесь как бы начинается такой вопросик типа а точно ли медицинский кодорный подход работает что будет ближайшие полгода то есть сентября мы ждем вот этот большой issue paper issues paper от генсекретаря а дальше начинается собственно государственные переговоры по поводу гцд как они будут происходить как это будет что что конкретно они будут обсуждать пока не очень понятно и вот через год ровно от нас сентября 24 года будет саммит будущего на самом деле он должен быть в этом сентябре но что-то они там не успевали перенесли еще уже на год то есть мы предполагаем что к двадцать четвертому году какой-то гцд будет согласован наверное но как бы никто гарантии не дает но вспоминаем амандипа гила который сейчас юнц конвой скорее всего что-то они продавят да потому что политическая воля на это есть и дальше да у нас видите стрелочка ведет к саммиту будущего но да люди не забывают что есть 25 год есть висис где как раз таки должна быть решена судьба джев будет ли он продлеваться да или не будет в виде почему я об этом говорю сейчас до этого дойдем еще в вот здесь по таймлайну в мае должны были быть должен был быть выпущен полиси бриф от генсекретаря по гцд выпущен он был буквально недавно по моему июль месяц то есть тоже есть задержки в этом полиси брифе наконец-то становится примерно ясно что вообще будет в этом пресловутом гцд во первых он начинает с чего он начинается того что наш цифровой мир это мир вот этих всяких разрывов и гэпов да у нас есть разрыв по данным есть страны которые в общем то уже научились из них отвлекать некую пользу выгоду а есть те кто просто поставляет эти данные до цифровой колониализм и все такое это вот все в левом синим секторе дальше есть разрыв по инновациям и тут как бы четко да прописывается что сша и китай стоят вот таким особняком и вообще доминирует на рынке типа так быть не должно ребята нам с этим что-то делать дальше есть governance гоп да да и в чем здесь суть что и наконец-то да это открыто признается вот на уровне генсекретаря что управление не поспевает за новыми технологиями вообще никак и надо с этим тоже что-то делать и и дальше есть value divide да что это значит это тот самый пресловутый access на самом деле у меня студентка в этом году писала курсовую как раз пытаясь понять как доступность технологий вот этих digital commons влияет на уровень экономического развития стран в африке в общем то получилось так что богатые богатеют и бедные беднеют вот и с этим тоже нужно что-то делать дальше больше часть документа как раз таки про содержание гцд возможное и генсекретарь там предлагает опять таки принципы да и коммитменты но он это облекает формат object objectives то есть некие задачи и actions причем форма документа такова что вот есть objectives да вот по вот этим вот темам разным и дальше actions он пишет не вообще как бы обращаясь ко всем а он конкретно разделяет стейкхолдерные группы member states и к other stakeholders на самом деле это кое-что напоминает когда-то году в восемнадцатом и девятнадцатом была такая инициатива называлась contract for the web эта инициатива была тима бернер солей еще одного пионера интернета и отца основателя там идея была в том что давайте мы веб и сделаем обратно нормальным безопасным местом но для этого государством индустрии и какого господи гражданского общества надо там придерживаться определенным коммитментом вот и в общем то такая форма документа она вот здесь есть и у генсекретаря вы этот документ посмотрите вам тоже пришлют почитайте подробнее но что там интересно что конкретно да есть появляется еще одна связь как digital cooperation форум внезапно то есть вот у нас был IGF он есть до двадцать пятого года вроде бы его собираются продлевать но предлагается сделать еще один форум который будет изучать cooperation дальше обдумывают high-level advisory body for то есть давайте сделаем еще какую-то сущность которая будет заниматься исключительно вопросом искусственного интеллекта и еще какой-то механизм который будет следить за обеспечением цифровых прав людей но про вот эту последнюю часть digital human rights advisory механизм там по моему ничего особо не написано а вот первые два расписаны хорошо и дальше у нас стоит дилемма окей у нас есть IGF который в общем то тоже был создан по поручению генсекретаря 2006 году и у нас появляется такая сущность как DCF да digital cooperation форум и тоже он будет конвент по юн секретаре дженерал вспоминаем да тот самый твист что давайте мы не будем дублировать площадки не будем дублировать процессы чтобы не распылять усилия да и чтобы у нас все как-то было в одном месте но нет в чем будет задача вообще этого DCF для чего он вообще создается мы как бы мы держим в уме это просто policy brief и как бы некая декларация или что хотелось бы сделать не факт что он будет создан но может быть и будет скорее всего предполагается что форум будет фасилитировать диалог между всеми стейклдерами по поводу глобального цифрового сотрудничества но у нас есть IGF который делал в общем то то же самое затем там будет зашит какой-то обзорный механизм да ревью как вот этот GDC objectives будут достигаться и промоут да промоут cross border learning on digital governance то есть по сути это то чем тоже должен был заниматься IGF версии IGF плюс а то есть форматировать результаты для более как бы информированного принятия решений в национальном юрисдикциях в этот момент IGF leadership panel выпускает свое письмо которое направляет и дипу и кого фасилитатором да и швеции всем 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 где они выбирают как бы свою озабоченность и достаточно четкую позицию что мы как бы не против GDC окей давайте его сделаем давайте согласуем подпишем но хватит типа делать документы множащие принципы и повторяющие друг друга пусть это будет clear concrete actions to achieve objectives да including metrics то есть давайте мы все-таки как-то уже будем операционализировать то что мы фиксируем в качестве комментов на словах но вот это IGF комьюнити вообще недовольны что его исключили в общем-то из обсуждения ГЦД и да они тут себе сами противоречат давайте мы сделаем еще одну выделенную мультистейколдерную драфтинг группу да которая будет заниматься драфтингом вот этого ГЦД потому что окей вы как бы заявляете что процесс мультистейколдерный но по сути исключаете всех кто хотел бы в нем участвовать делая вот такие вот искусственные ограничения но при этом они четко пишут что что ГЦД вообще никак не должен касаться мандата IGF потому что как бы мандат IGF определяется на висите который будет двадцать пятом году вот и в этом плане мы да то есть IGF leadership panel рекомендует что IGF останется площадкой которая и будет и ревью платформы по ГЦД и собственно механизмом через который этот ГЦД будет выполняться ну то есть понятно что у всех вопросов как бы зачем нам еще один форум если уже один есть как бы и как как мы будем вообще делить людей которые будут и туда и туда ездить какой в этом смысл вместо заключения мы видим да в документе это на самом деле выдержка из ГЦД что ГЦД опять-таки поставит принципы задачи и некие шаги да потому чтобы сделать интернет открытым свободным ориентированным на человека и так далее и так далее но 10 видите идет не про интернет а про цифровое будущее то есть все гораздо шире но я так понимаю это сделано для того чтобы туда и включить вопросы регулирования искусственного интеллекта потому что видите прямо за эту тему очень серьезно делись и вот эти все последние события сюжеты связанные с чат gpt и там похожими генеративными нейросетями они прям очень сильно влияют собственно на наше реальное цифровое будущее очень много вопросов видно что по документам да по языку документов сейчас вопрос стоит не про интернет а в целом про вообще весь пул цифровых технологий которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь но да я оставлю вас не с какими-то готовыми выводами не с готовыми выводами а скорее с открытыми вопросами гцд он про принципы все-таки или про реальные действия в чем здесь вопрос поскольку это процесс межгосударственный до интергавермента очень сложно за такой короткий срок буквально там чуть чуть меньше года до согласовать какие-то реальные комитменты особенно когда есть прям четкое неприятие со стороны некоторых государств например россии очень часто можно услышать от представителей мида и от каких-то других экспертов до рунета что нам этот гцд вообще не нужен и не выгоден типа зачем тогда вообще участвовать в этом процессе поэтому предполагаю что там реально будет что-то прорывное и что-то прям супер практичное и будут какие-то метрики и водки механизмы которые будут эти метрики отслеживать и наказывать за несоблюдение да но это как бы утопия то есть скорее всего опять это будет документ про принципы опять еще раз подтвердим да зафиксируем что вот окей нам нужно свободное открытое не фрагментированное пространство человека центричная и так далее так далее дальше второй такой открытый вопрос сколько же еще нам нужно процессов и площадок чтобы управлять в кавычках интернетом да ну управлять интернетом конечно сложно можно только координировать усилия до цифровое будущее включать себя больше сюжетов чем айджи очевидно скорее всего так и есть так и останется и последний вопрос который сейчас волнует в основном да вот это все интернет комьюнити это мы точно ли мы останемся мультистей кодерной парадигме потому что в документах даже в таких вышкаленных выверенных как документы он уже чувствуется вот это такое недоверие да вот вообще к мультистей кодерному процессу есть такие четкие сигналы да что государства они хотят все больше больше участвовать в этом процессе но не просто как участники кино равных как участники на ступеньки чуть выше и мы видим вот это вот выдавливание остальных стейкхолдеров даже из обсуждений до из неформальных консультаций а не только вот реально в принятии каких-то решений написание документов и их согласование вот так что этот вопрос на подумать я кстати хотел сразу ответить на вопрос останется ли мы ну как я думаю останется мы ли мы парадигме мультистей кодерного подхода думаю что да останемся потому что это подход на самом деле реализует некий демократические принципы приняты приняты в свободном мире поэтому конечно у государств участник этого процесса принципиально выше ответственность за реализацию тех или иных решений а вот подготовка этих решений это вопрос конечно участие многостороннего участия в формировании государственной политики принципе и мне кажется что мы оставимся в этом параде его напросила прокомментировать роль россии в на этом идеале вот там участвовали высшие руководители связи россии там был николай никифоров выступал на открытии на закрытии выступал рашид смаилов тогда замминистра отвечающий за международные отношения сомнения у россии всегда вызывая и она всегда против было вот этого мультистейкодерного подхода понимая понимая так сказать вот то о чем я говорил повышенный уровень ответственности государства россия так сказать даже не просила просто требовала себе ну не себе россии а государством исключительных прав и поэтому ориентировалась в основном на мультиватеральный подход в том числе на двухсторонней основе между в рамках дворов между отдельными государствами еще маленькое замечание по поводу бесконечного обсуждения выработки принципов что прозвучало это мне кажется что этот процесс важен и вот такой вот ревью время от времени она позволяет и обсудить вопросы и понять были ли какие-то изменения в подходах и еще раз подтвердить или может быть что-то убрать хотя в общем раз за все это подтверждается и все равно мне кажется что это власть и вот такие дискуссии встречи и они порождают не только похожие документы но и контакты между экспертами участвующих в процессах что влияет на развитие процесса маленькое замечание по поводу декларации о будущем интернета мне кажется все таки что присоединиться к ней нельзя значит там вполне определенный список государств и я думаю что даже не то чтобы против китая формировался просто люди сформировали список государств между которыми существует такое перекрестное доверие и вот на этой основе они считают что то что те принципы которые эти государства продекларировали они реально будут соблюдать и не прикрываться ими своих политических интересах скажем так и еще маленький по поводу цифрового колониализма который прозвучал в докладе илонной и предыдущих каких-то наших дискуссиях впрочем даже говорили что вот специально используют это для того чтобы подавить развитие в этих странах которые могли бы развиваться в цифровом обществе гораздо более активно но но это не так скажем так так просто исторически сложилось что государства отстали но в том числе такая организация международный союз развития электросоюза там есть специальный департамент развития который как раз занимается вопросами устранения вот этот цифрового разрыва между условно говоря сейчас это называется глобальным югом и глобальным севером для того чтобы сократить отставание так называемого глобального юга и государства глобального севера вкладываются в это в рамках по крайней мере международного союза электросвязи и те фирмы которые приходят в эти государства они просто грабят их так сказать забирая у них данные но и вкладываются в том числе в развитие и технологии на базе внутри этих стран это можно подтвердить я думаю какими-то примерами но просто меня сейчас на руках возможно ли в условиях нижней глобализации по вашему мнению ситуация когда появится что-то именно в плане управления они просто раз поговорили и разошлись вот возможно ли какая-то координация и реальные результаты как вы думаете да ну смотрите на самом деле в слово управления каждый вкладывает значит свое собственное содержание и вот его наговорил о своей лице то что вот постепенно мы переходим от понятие управление которое так как бы немножко затуманивает даже вопрос к понятию сотрудничества и если посмотреть на историю процесса условно говоря управление интернетом посмотреть его определение я думаю что вы увидели то там в общем как бы и говорится о кладе различных стейкхолдеров процесс развития интернета ну интернета и как технологии как явление как средства средства используемое населением и человек ну как человечество вот поэтому да и там еще в этом тунисской адженде были назначены организации он которые занимаются вопросами координации и вот те процессы которые идут внутренние внутренние организации в принципе они ответственны за это у них как бы одна из функций я думаю что это будет продолжаться и там международная связь электросвязи там юнеско и комиссия по делам беженцев и так далее и так далее они все имеют свою роль так сказать вот в координации этих процессов и в общем то это одна из их задач что касается технического управления интернетом то в общем схема так сказать выстроена и существует вот организация ну как бы сообщество о котором мы говорили которые формируют стандарт и в общем так сказать никакой проблемы нету стандарты по мере необходимости по мере необходимости формируются что касается вопросов борьбы с противоправным использованием и поддержка так сказать режима безопасного использования интернет ну здесь вот идет процесс в рамках организации объединенных наций тоже рабочей группе открытого состава сейчас где формируются некие документы не знаю как в каком виде они будут сформированы но по крайней мере какую-нибудь резолюцию на этот счет организация объединенных наций примет насколько это будет обязывающий документ пока не очень понятно и мне кажется что рассчитывать на то что он в данном случае примет обязывающий документ но как бы не приходится но как-то так я думаю что процесс будет развиваться как диалог различных участников на разном уровне будут приниматься какие-то локальные акты которые будут регулировать те или иные вопросы вот но какого-то такого общего документа который будет называться как мы управляем интернетом скорее всего не получим как вы думаете сможет ли цифровой договор так называемый потому что вообще тема понятия она такая очень интересная цифровой информационный кибер сетевой их множество неважно суть просто цифровой договор решить все споры между странами в информационном пространстве потому что всегда будет страна которая будет доминировать или который будет оказывать значительное влияние на другие страны если нет то вообще в информационном пространстве реально прийти консенсус или все-таки это социальная энтропия спасибо ну на самом деле вся история развития человечества она говорит о том что противоречие является источником развития во-первых как бы диалектической противоречия главное чтобы они не перерастали в антагонистические вот поэтому скорее вот как вот такого ну то что можно было бы назвать консенсусом по всем вопросам ну наверное мы не увидим хотя вот если говорить допустим о вопросе безопасности в области информационных технологий то мы видим что вот пример группы правительственных экспертов которые работала раньше по этим по этим вопросам ну как-то удается договариваться даже между вот ну там основными игроками в рамках этого процесса были россия и сша хотя там порядка 20 еще других государств принимали участие вот но тем не менее удалось так сказать сформулировать общие принципы и о них договориться но как бы это может быть основой для какой-то даже наверное конвенции но мне кажется что достигнуть консенсуса по всем вопросам ну не получится никогда и даже на уровне процесса голосования возможно какие-то документы будут приняты но но надо же обеспечить их выполнение еще так сказать соответственно должны быть какие-то санкции за невыполнение мне кажется что это сложно и тут как бы вот мы говорили когда обсуждали правовые вопросы связанные с управлением интернет мы говорили вот про значит мягкую силу и соответственно вот такие конвенции как основу для для формирования государственной политики кроме того что кроме того что на чем-то договорятся государства они должны соответствующие нормы принять на своем локальном уровне обычно когда речь шла конвенциях оон они принимались парламентами этих стран ратифицировались вот ну или вот если говорить там допустим о будапештской конвенции то соответствующие нормы попадали в законодательство стран которые не присоединяются так иначе поэтому вот процесс скажем так не простой и сложный но развивается он идет вперед мне кажется что все таки свет конца тоннеля скорее виден чем